МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инфрафакты. Прегляд выдарений аномалных и неизвыкных. Продолжение следует... 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 Несамовите и недорzeczne теории. Ну так, то есть такое немного диктое, что те поглоски о концу света, о Armageddonе с обычно очень популярны. Даже если это какие-то совершенно дурноватые прородства, которые есть в состоянии вымыслить каждый, не какой-то там заводовый ясновид, то они обычно очень популярны, засыпают в себе душе покласс, но понятно, что невероятно в это верит и невероятного в том числе с правдой. Так что мне кажется, что важно это бедать даже из-за стороны социологичной, и почему люди так много хотят каких-то знаков конца света, или инвазии с космоса, потому что это для меня особище предивное. Ну так, а еще ciekawe есть то, что так на правда такие информации могут быть очень удобно для сферыфикования и до справедения. Выстарчиво себе на przykład веять на строну Сети, на которую этот news się повоуе, где о ничем таким не ма мовы. Трошечки часу и спорания в разных źródлах может может быть не допроводить до того, что доедем до того, что-то так на правда все взяло. И о том пишем на форум. А сейчас может пройдем до немного важного темата, ацкоголик связанного с Уфо. Болем, несколько дней тому архива ново-зеландские постановили опубликовать материалы, документы связаны с с рефернцем неизбранных объектов летающих. Это мао уже стопить вечно, было заповиадано несколько раз, но было встремлено через ново-зеландские силы збројне, за взглядом на, как говорится, верыфикации данных, не хотели опубликовать данных свидетельств, но остаточное это было опубликовано под конец грудня и мы можем там запознать с разными материалами. Бодай, что это около 2000 строн документов, а прежде всего, самые интересные, что это относительно свинных инцидентов, как Skycura. Ну, это было еще одно уявление, какие-то там порции материалов. Особенно в этом нет никаких конкретных, потому что мы тут единственные отношения на тему разных событий, интересных, более интересных, кайкуру, как говоришь, на первом плане. Пропомним, что в этом году подобный акт опубликовало несколько других стран, между ними в следующей части выдала Велка Британия, но в этих ново-заразких актах найдем, как обычно, то, что в других. То есть какие-то какие-то там обсервации. Oczywiście, наиболее интересные это те, которые будут подтверждены заровно через обсервации наочных святков, как и какие-то там реестрации вопросов, что там, какая-то важность этих акт для подтверждения нам реальности феноменов. Ото же есть такая, что этих релаций есть на тюле много, если они могут нам говорить о выступлении с тими документами и вытянуть свои собственные увлажки. Тем более, что это не первый края, который уявля этого типа документации. Уже не раз мы о том говорили. Здесь Ново-Зеландия доучала группы этих стран, которые на это решили. На конец говорим еще пару слов о 30-летнем обсерватории, или лановании, можно сказать, в лесе Рендель-Шам в Великой Британии. Мы уже о том писали и сейчас мы пару дней помещили новый артикул, потому что в связи с 130-летним ручником заповиадано о появлении новых фактов, может новых документов, новых релаций, свидетельствах. Так в засаде ничего такого не произошло, а ускорбеку оказалось несколько интересных материалов, артикулов, которые публикуем, которые стараются подсумовать этот целый пребыватель. И ваще это презентуем между иными артикулами Кэпопа, который своего часа из-за замена брытийского Министерства Огронной занимался документацией связанной с Уфо. Ну так, а для чего там цепадок этого Ласу Рендельшаме есть такой важный? Потому что это так важный, потому что это было в засаде до чего-то преживного и курьезалного, потому что там нарушение стрепы поверхности над Великой Британией. В дополнительные объекты хасалили нарушение в поближу американских баз востковых. И в реальности ничего с этим не сделано. То значит, пробовали как-то так зепнуть ответственность на другую сторону, то значит, англится на Американу, а Американин, а Англику и в реальности никто ничего не признал и трудно сказать, что там вообще стоило. Но это также в околе 26 грн. В первых годинах 26 грн. 1980-го тражницы при браме базы в Удбридж займавшей через Американу обнаружили дизвное светое, которое направлено до Ласу Рендалшам. Как оказалось, мыслили, что это какой-то родной пастрофы лотнице, что-то в этом родном на месте выбрала трехосовая группа завиадовча, в среду которой находился сержант Jim Peniston и, как оказалось, на месте spotкали с одним объектом в шляпче трюльканта или пирамиды, который спочывал на полане. Ти паные подходит до этого объекта взближаясь имели впечатление как бы порушали себя в зволненном темпе, то значит может это какого-то вплывал на их психику, на захование. Тен пан Peniston твердил потом, что даже доткнул стены этого объекта, на которой zobaczyл какие-то дизвные hierоглифичные знаки, а затем появился светлый и уфо сникнул. И когда поверили они до базы, приказали эту информацию, оказывало się, что реакция была такая troszeczkę дизвна за стороны влац, bowи rzeczywiście поддано ten las обсервации, natomiast нич не потравил втумать однозначне то, на что наткнули выгнеченные в сиуце, в которых поднотовано подвыжшенный poziom променивания. Как потом оказывало, то уфо поверили два дня позже и тогда на месте выбрал себя влацемка доводца базы, вовчас подпуук Charles Хаус и на месте залестрировал он на тащине свои wraжения дотяже обсервации. Как говорил, spotкал себя вовчас с чем-то вспоминало ему такие велкие мигающие цервоне око, а następне zobaczyл над базой дзиwny объект, который выстреливый в ее kierунку промень. Подобный промень miał gdzieś там traфить в околице этой его группы. Ну и как оказалось, Хаус трудности с задецедованием кому powinien слости рапорт на этот темат. Зглосил это по трех тыгодниях. А реакция была достаточно дзивная. Нич в этом официально ничего не не приказано информации. Но существуют такие голосы, которые говорят, что справа пробовали отразу затушить. То значит святку довольно прислушивали. Как потом говорил Хаус были прислушивания при использовании каких-то грущб и даже фасширования этих святков środками облаживающими. Всско стало так запятлоне, что трудно сказать, там все стало. Могло быть это уфо. И могут быть какие-то радzieские объекты, которые вдарли до базы и пробовали это затушить, сделаны с великой латвостью. Инные теории появились и я захочу всех до запознания с нашими артикулами, в том с тем артикулем Ника Пупа, который приказал наш нам знакомый из Великой Британии Филип Менту, которого поздравимы. И это не еще конец этой справы. Постараемся порусить несколько других аспектов в следующих годниах и будем о том информировать на бежом Так, в этих артикулах, о которых вспоминали досыть szczegółово есть описано целое это задарение, так что захочем до запознания себя. В этих последних тыгодниах грудня еще было пара интересующих задарzeń, но уже порушим в особной audyции, на которую Państва запрошам, как наиболее будет это подсумование года 2010 с перспективы председательства, о которых мы говорили в инфрафактах, о которых мы писали на нашей строне www.infra.org очень очень захочем до слушания и запрошам на следующие инфрафакты в раку 2011 думаю, что будем регулярно презентовать новое донесение со света и с полшки. Дякую тебе Петр. Я тоже дякую. И желаем всему лучшего в новом году. Дякую. Вы слушали инфрафактов, чьи прегландов выдачей аномалных и незвыклых. В программе wykorzystано отвор Сижея Rogersа под титуем Back to you на ликенции Creative Commons, реализация Михау Кусьнеж и Петр Сяле-Бяясь для Радия Вольна Медиа.